Кабардино-Балкария В эфире радиожурнал «Зори Кавказа». Мы собираем всех вместе. Мы собираем всех вместе с нами. Кослистское море и Черное море пьют синими волнами в грудь берегов. И в снежных попахах кавказские горы пасут на вершинах стада облаков. И от воля, от воля, людям счастья дарят. Дружбы алые зори над хлебками горят. Дружбы алые зори над хлебками горят. На вечную дружбу хорошие люди чадистскую верную клятву дают. Будом вдохновенным геройкой будем. Народ прославляет отчизну свою. И от края до края людям счастья дарят. Дружбы алые зори над хлебками горят. Дружбы алые зори над хлебками горят. Стоют над Кавказом лучистые зори, И жизнь расцветает, как солнечный май. И песню о дружбе от моря до моря Поет наш орлинный ликующий край. И от края до края людям счастья дарят. Дружбы алые зори над хлебками горят. Дружбы алые зори над хлебками горят. Радиожурнал «Зори Кавказа». Программа подготовлена при участии всех филиалов Всероссийской государственной телерадиокомпании в Северокавказском федеральном округе. Вести Северный Кавказ. Ставрополье. У микрофона Кирилл Лушников. Здравствуйте. Учитель УБЖ школы номер 2 Кисловодска Андрей Ченцов награжден медалью за отвагу, за личное мужество, проявленное во время специальной военной операции. Александр отправился на фронт добровольцем и недавно вернулся из зоны СВО. Первое, что по прибытии сделал командир взвода артиллерии ЛНР, навестил своих учеников. В школе Александр Ченцов работает преподавателем-организатором уже более 15 лет. Говорит, если потребуется, снова пойдет защищать страну. Помощь бойцам, участвующим в спецоперации на Украине, не прекращается. На этой неделе из Ставрополя нашим защитникам отправили продукты, консервы, крупы, воду в бутылках и свежие овощи. Это уже 15-я партия гуманитарной помощи. Присоединиться может каждый. Кроме материальной помощи не отказываются волонтеры и от физической. Отнести гуманитарную помощь можно на склад, который находится в Ставрополе на Южном рынке или по адресу улица Комсомольская, 120. Эксперимент по курортному сбору на Ставрополе продлили на два года. До конца 2024-го соответствующий закон приняла Госдума России. Эксперимент был введен в нескольких регионах России, в том числе и на Ставрополе, в 2018 году. Этот год должен был стать для курортного сбора последним. Однако оценив все преимущества и результаты, краевые власти выступили законодательной инициативой не просто о продлении программы, а вовлечении в нее и других регионов страны. Федеральные парламентарии инициативу поддержали. Курортный сбор продолжит действовать на Ставрополе, Кубани, Алтае, в Крыму и начнет в Санкт-Петербурге. За четыре года работы курортного сбора каждый город Ковминвод заметно преобразился, а также Железноводск превратился в современную рекреационную зону. В Весентуках преобразился лечебный парк, а в Пятигорский парк – Цветник. Всего за это время отремонтировали и построили несколько сотен объектов курортной инфраструктуры. Северный Кавказ – регион больших возможностей. Его влияние на российскую политику в связи с происходящими в мире событиями обсудили в рамках проекта «Северный Кавказ в международном контексте. Вызовы и возможности». Он прошел в Северокавказском федеральном университете. На экспертном семинаре присутствовали ученые, политологи, специалисты в области международных отношений. Во время мероприятия обсудили значимость Северного Кавказа на международной арене. Участники встречи обсудили перспективы развития региона. Жестоким преступлениям нацистов в годы Великой Отечественной войны нет оправдания и прощения. Об истории современности говорили в Ленинградской области на Международном научно-практическом форуме. Именно здесь, в окрестностях Гатчины, нацисты устроили наибольшее количество лагерей. Только в концлагере «ДУЛАК-154» было замучено более 80 тысяч советских граждан. Участники конференции – ученые-историки, общественные деятели со всей страны. Среди делегаций есть и Ставропольская. Наши ученые представили свой опыт сохранения памяти о страшных годах Великой Отечественной войны. Напомню, 10 ноября появилась информация о том, что Ставропольский Краевой суд рассмотрит дело о геноциде и военных преступлениях фашистов во время Великой Отечественной войны. Вести Карачаева-Черкесия В рамках осеннего призыва из Карачаева-Черкесии для прохождения военной службы в рядах Вооруженных сил России отправятся 400 человек. Очередная группа из 30 новобранцев была направлена на этой неделе на срочную службу в мотострелковые и железнодорожные войска страны. Проводить новобранцев прибыли представители духовенства, администрации, главы и правительства республики, военного комиссариата. Карачаева-Черкесия вышла в суперфинал Всероссийского конкурса «Лучшее школьное столовое-2022». Команда школьных поваров СМАК, среднеобщебразовательная школа Аула Хабес уже вылетела в Москву для участия в суперфинале Всероссийского конкурса. Он пройдет в Общественной палате Российской Федерации. В Донбайе появится канатная дорога к самой высокой смотровой площадке курорта. Работы по строительству пятой очереди канатной дороги на склоне горы Муса-Читара, которая будет отвозить туристов на высоту в 3012 метров, уже начались. Канатная дорога австрийско-швейцарской компании «Допельмайер» составит танту 1573 метра по горизонтали, а ее пропускная способность – 2700 человек в час. Подъемник будет оснащен шестиметровыми креслами, изготовленными по современным стандартам. У Марти Киев специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Кабардино-Балкария Глава Кабардино-Балкарии Казбей Коков подписал с Росавтодором меморандум о пятилетнем плане развития дорожной сети. Состоялась торжественная церемония ввода в эксплуатацию после капитального ремонта двух мостов на участках автомобильной дороги Р-217 «Кавказ» через реки Чигем и Лескен. В мероприятии в режиме видеоконференц-связи принял участие заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко. Автодорога «Кавказ» является основной транспортной артерией регионов Северокавказского федерального округа и маршрутом транзитных сообщений со странами Закавказья. Согласно подписанному сторонами меморандуму к 2027 году, доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, находящихся в нормативном состоянии, должна составить 84,6%. Работа развернутся на девяти объектах протяженностью более 314 километров. На центральном рынке Нальчика работает стационарный пункт сбора гуманитарной помощи для военнослужащих. Ежедневно в одном из павильонов с самого утра работают волонтеры движения «Мы вместе». Собирают посылки с продуктами, предметами первой необходимости. Люди помогают кто чем может. Часто приходят школьники, приносят письма с добрыми пожеланиями мобилизованным. В этом же пункте собирают и средства. Так активисты решили присоединиться к всероссийской акции «Все для победы». Каждый неравнодушный гражданин может внести свой вклад прямо здесь или по QR-коду, пройти на официальную страницу проекта и перевести средства онлайн. Подходит к финалу патриотическая акция «Единство духа», посвященная заслуженному артисту Российской Федерации, патриоту и педагогу Сергею Пускепалису. В рамках проекта «Культура для школьников», федеральным наставником которого был артист, школьники Кабардино-Балкарии приняли участие по направлениям художественное творчество, вокал, художественное чтение. Итоги будут подводиться завтра. Лучшие работы будут размещены на портале культура-для-школьников.рф Марина Османова. Специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести. Северная Осетия. Заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров с рабочим визитом посетил Северную Осетию. Он оценил объекты туристической, социальной и промышленной инфраструктуры республики. Первой локацией стал новый терминал в аэропорту Владикавказа. Строительство комплекса завершилось. Теперь предстоят внутренние работы, а также благоустройство территории. Ввести объект в эксплуатацию планируется в первом квартале 2023 года. Сейчас идет тестирование оборудования. Терминал оснастят единственным на Северном Кавказе телескопическим трапом. Благодаря ему пассажиры смогут сразу попадать из терминала в самолет и обратно. Пропускная способность должна увеличиться более чем в два раза внутри страны. При этом старое здание будут реконструировать и к 2025 году откроют в нем терминал для международных рейсов. Делегация посетила и завод по обработке камня «Ирстоун». Основным видом деятельности предприятия является добыча и переработка декоративного и строительного камня, создание, производство стеклофибробетона. На площадке предприятия планируют построить индустриальный парк. Соответствующее соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали глава Республики Сергей Миняйло и инвестор Владимир Гуреев. Технопарки создадут всю необходимую инфраструктуру для размещения промышленных предприятий и современных производств. Всю неделю в Осетии проходит один из главных национальных праздников Джоргуба. Он посвящен покровителю мужчин, воинов и путников. Люди обращаются с молитвами к самому почитаемому в Осетию – святому. На столе традиционные три пирога – мясо жертвенного животного и чаша с пивом. Это не просто еда, а дары, за которые благодарят небесных покровителей. В этом году в молитвенных речах звучат особые слова о мире и поддержке российских военнослужащих, которые участвуют в специальной военной операции. Национальные праздники – это еще и хорошая возможность передавать традиции молодежи и подрастающему поколению. Заре Маджикаева для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Ингушетия Московские ученые заинтересовались артефактами из древней усыпальницы Ингушетии. Группа сотрудников Института этнологии и антропологии имени Николая Миклуха-Маклая Российской академии наук прибыла в Ингушетии по приглашению руководства археологического центра республики имени Евгения Крупнова. Антропологи на протяжении семи дней будут проводить исследования останков древних ингушей, найденных в обрушившемся склепе в горном Джейравском районе Ингушетии. В конце августа текущего года на территории башенного комплекса «Зори» было обнаружено обрушение одного из средневековых наземных склепов из-за подмыла оснований стены рекой, поменявшей русло. При обвале склепа были обнаружены останки более 200 человек, а также одежда, головные уборы, как мужские, так и женские, посуда, музыкальные инструменты и почти полный комплект воина. Московские антропологи будут проводить исследования костных останков из склепов Цория, в частности, кронологические и адонтологические анализы. Это позволит определить полувозрастные характеристики того или иного человека, различные патологии, в том числе и остатки болезней, которые протекали при их жизни, травмы, которые можно было проследить по наружным признакам костного материала. Ингурский истинг вошел в сотню шедевров нематериального и наследия народа в России, заняв место в издании «Онтология. Народная культура». Оно было презентовано в рамках Международного форума «Народная культура» в 21 веке. Традиции и инновации, который прошел в Санкт-Петербурге и был приурочен в Году народного искусства и нематериального культурного наследия народа в России. В «Онтологию» вошли ремесла, обряды и праздники, эпические сказания, промысловые песены и танцевальные традиции народа в России. Учредителем проекта «Онтология. Народная культура Российской Федерации» является Министерство культуры Российской Федерации, организатором «Государственный российский дом народного творчества». Каждый регион представил один или несколько объектов, ценность которых определил экспертный совет по нематериальному культурному наследию. От Ингушетии в форме принял участие Республиканский дом народного творчества, который представил технологию древнего искусства изготовления войлочных ковров с орнаментами и с овечьей шерстью. Возрождением этого искусства мастерской «Истин» Республиканского дома народного творчества вот уже несколько лет занимается доктор исторических наук, этнограф, мастер ковроделия Зейнап Царахова, который трепетно сохраняет национальную технологию изготовления войлочных ковров с орнаментами. Работа ингушского мастера и древней технологии изготовления ковров из войлока была высоко оценена экспертами. Работа в мастерской «Истин» Республиканского дома народного творчества продолжается, а между тем сертификат под номером 7 будет напоминать о значимости и важности сохранения именно ингушской технологии этого ремесла. Танзила Пугоева специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Вести Чеченская Республика Чеченская Республика заняла третье место в рейтинге по качеству жизни в городах России с населением более 250 тысяч человек. Об этом сообщила Министерство финансов Чеченской Республики. Финниверситет при правительстве Российской Федерации составил рейтинг самых комфортных городов по качеству и уровню жизни. По итогам исследований экспертов, тройки лидеров оказались Москва, Сочи и Грозный. Индекс определялся по данным соцопроса настроений местных жителей. Эксперты оценивали уровни материального благополучия, потребительской активности, качество медицинского обслуживания и образования, способность жителей города купить квартиру или дом, состояние экологии и многое другое. Грозный вышел в число лидеров благодаря качеству ЖКХ, отличным дорогам и комфортным условиям, созданным для работы предпринимателей. Заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хотмат Кадырова награждена грамотой Комитета по охране здоровья Государственной Думы Российской Федерации за высокий профессионализм и существенный вклад в развитие и совершенствование диализной помощи населению Чеченской Республики. Церемония награждения прошла на очередном заседании Комиссии по решению проблемных вопросов реабилитации лиц, перенесших коронавирусную инфекцию. С докладом по теме выступил вице-премьер правительства Чеченской Республики по социальному блоку Адам Алханов. Он отметил, что в реабилитационных центрах уже внедрена система оказания медицинской помощи. Вместе с тем успешно вводятся новые методы и подходы в лечении и реабилитации пациентов. Отметим, что Хотмат Кадырова по завершению заседания наградила отличившихся врачей, руководителей и сотрудников реабилитационных центров региона почетными грамотами. Зарита Ларсанова, специально для радиожурнала «Зори Кавказа». Глава региона Сергей Меликов на неделе провел ряд совещаний, в частности, по развитию градостроительства и архитектуры в республике. На повестке заседания были и вопросы, касающиеся комплексного развития территории в Дагестане, объектов незавершенного строительства. Реализацию нацпроектов и федеральных целевых программ, освоение средств, условия для инвесторов обсудили на очередном оперативном совещании по актуальным вопросам. На совещании по вопросам энергетики ЖКХ главным был вопрос готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства и жилого фонда республики к осенне-зимнему периоду. Обсудили также обеспечение бесперебойного снабжения энергоресурсами и исполнение программы до газификации региона. Выставка «Украина на переломах эпох» представлена в Махачкале в историческом парке «Россия. Моя история». Проект призван объяснить истоки современных событий, которые уходят корнями в глубину веков и являются частью неразрывной нити времени. Посетить ее можно будет бесплатно до 7 декабря. Проблемы издания на национальных языках и их перспективы интересовали журналистов на пресс-конференции руководителя Агентства информации печати Дагестана Абдуразака Джамалудинова. Национальные издания региона планируют объединить в единый медиахолдинг. Только речь идет не о редакциях как таковых, а о госучреждениях, их юридических отделов, кадровиков, бухгалтерии. Иными словами, это оптимизация, которая позволит повысить зарплаты. В Махачкале прошла торжественная церемония вручения ключей от квартир сирота. Обеспечение жильем этой категории населения велось в рамках госпрограммы. 105 квартир расположены в шести подъездах одного дома по улице Карбудахкенская. Безернися Гусейнова для радиожурнала «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Более 50 человек из Донецкой и Луганской народных республик, находящиеся в настоящее время в Северной Осетии, получили российское гражданство. 24-я международная научно-практическая конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» состоялась в Ингушском государственном университете. Детский кардиолог из Чеченской республики Лариса Магоматова признана лучшим детским кардиологом России. В Карачаево-Черкесии к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой реализуется проект «Страницы века». Студенты российских вузов побывали в районах Республики Дагестан для изучения древнего промысла ковроткачества. В Кабардино-Балкарии стартовал горнолыжный сезон. Обо всем подробнее в радиожурнале «Зори Кавказа». Радиожурнал «Зори Кавказа». Более 50 человек из Донецкой и Луганской народных республик, которые сейчас находятся в Северной Осетии, получили российское гражданство. Процедура оформления простая, список необходимых документов минимален. О том, как люди, вынужденные покинуть родные места, начинают новую жизнь, расскажет корреспондент ГТРК Алания Мадина Зуцева. Семья Мухаммедхановых теперь граждане Российской Федерации. Они уже получили новые документы. Еще полгода назад жители Мариуполей подумать не могли, что все случится так скоро. В Северной Осетии с начала года. Анна Мухаммедханова рассказывает, за это время старший сын начал работать, младшие ходят в школу. И нам уже по новым законам в течение 10 дней выдали просто паспорт без гражданства. У меня свекра со свекровью, они взрослые люди и проблемы со здоровьем есть. Свекру сделали бесплатную операцию на глаза. Очень, наверное, дорастающая операция, я не знаю. Свекровь тоже проходят постоянные обследования и консультации. Вот она сейчас готовится на операцию по замене тазобедренного сустава в Беслане. Ее поставили на очередь. Всю необходимую медицинскую помощь получила и Елена Кольчугина. В Северную Осетию с прифронтовой зоны девушка приехала с дочкой. Уже в Томиске узнала, что ждет еще одного ребенка. Мальчик весом 3,5 килограмма и ростом 52 сантиметра появился на свет в христианский праздник – День Павла и Петра. Мама, не раздумывая, назвала маленького богатыря Павлуша. Как только приехала, я уже была в положении, обратились. Ко мне приехал главный врач лагерской больницы. Конечно, он сразу сказал, что мы вас обследуем. Приехал на машине и, естественно, забрали меня на обследование. Положили в больницу, потому что обследование показало, что мне надо лежать в больнице. И пролежала я в больнице. Обслуживание очень хорошее, персонал, мне все такие сочувствами, конечно, относились. Очень доброжелательный персонал. Без документов я была. Была так с документами, только со своим донировским. Мы только приехали. Я ничего не успела на гражданство подать. 623 жителя Донецкой и Луганской народных республик с начала года уже получили единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Предусмотрены пенсии и детские пособия. По мере обращения граждан нашим министерством направляются списки в Управление по вопросам миграции Министерства внутренних дел нашей республики, Министерство образования, Министерство здравоохранения, Комитет по занятости населения республики. Также в соответствии с указом президента Российской Федерации установлены ежемесячные выплаты для различных категорий граждан. Это пенсионные выплаты, выплаты семьям с детьми и социальные выплаты для инвалидов. Сумма выплат составляет от 5 до 20 тысяч рублей в зависимости от категории граждан. Набор документов, который сейчас нужен для получения российского паспорта, максимально упрощен. Требуется лишь прежний паспорт и свидетельство о рождении детей. Ну и, конечно, заявление на получение российского гражданства. Гражданство Российской Федерации они в настоящее время не приобретают, потому что в соответствии со статьей 5 этих федеральных конституционных законов они все признаны гражданами Российской Федерации. В настоящее время им достаточно обратиться по месту своего жительства, либо по месту пребывания в районы и подразделения по вопросам миграции, где им оформляется паспорт гражданина Российской Федерации в течение 10 дней. 4 октября четыре новых региона включили в перечень субъектов Российской Федерации. За полтора месяца больше 50 человек уже получили российские паспорта. На сегодняшний день в республике зарегистрировано 503 беженца. Каждый обеспечен одеждой и продуктами. С ними работают психологи. Оказывается, юридическая помощь по-прежнему функционирует и пункты временного размещения беженцев. В них находятся 126 человек. Радиожурнал «Зори Кавказа». 24-я международная научно-практическая конференция «Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России» состоялась в Ингушском государственном университете. Это пятая по счету встреча ученых-исследователей в Ингушетии и в этот раз форум был приурочен к 30-летию республики. В течение нескольких дней плодотворной работы были заслушаны, содержательные доклады о проблемах флоры и фауны. Состоялся обмен мнениями специалистов ведущих вузов страны и ближнего зарубежья. Подробности в сюжете корреспондента ГТРК Ингушетия Мадины Досхоевой. Для участия в мероприятии заявки прислали более 170 исследователей из различных вузов и академических институтов России. Эта конференция стала продолжением целой серии, которая проводится в год уже 24 года в различных субъектах России. Эстафету проведения форума Ингушетия принимает уже пятый раз. Работа будет проходить в режиме офлайн в четырех секциях биологической разнообразии животных, биологической разнообразии растений, общей проблемой биологической разнообразии и проблемы инвазии в их системах. Всего принимает участие 70 субъектов России, также более 100 научных организаций. Гости форума подчеркнули, что исследование биоразнообразия является одним из приоритетных направлений современной науки. По мнению доктора биологических наук Людмилы Сенгаджиевой, проблем, связанных с флорой и фауной в ее родной Калмыкии немало. Они связаны с опустыниванием, обезвоживанием и другими геохимическими процессами. У нас проблем очень много с опустыниванием, обезвоживанием, заболачиванием, засолением, геохимические процессы. Ну и биологических очень много. И эти процессы как бы посмотреть, как отражаются в работах ученых Ингушского университета. Много еще не изучено, поэтому сейчас научному сообществу просто необходимо обмениваться опытом в целях сохранения биологического разнообразия, а также делиться проблемами экологии, признаются ученые. Своими разработками делится и доктор географических наук, заслуженный профессор МГУ, лауреат премии правительства Российской Федерации в области образования Людмила Гуреева. Каждая конференция, она как бы определенный срез, срез нашего понимания, да, экологии, понимания, сохранения биоразнообразия. И поэтому все, что новое накапливается, все-таки результаты последних исследований, мы получаем такую общую картину. Ученые обсудят современные направления исследований наземной и водной флоры и фауны, а также проблемы сохранения биологического и ландшафтного разнообразия Кавказа и России. Радиожурнал «Зори Кавказа». Детский кардиолог из Чеченской Республики Лариса Магоматова в очередной раз стала обладателем Грам-при Всероссийской премии для врачей от сайта отзывов про докторов. С лучшим кардиологом встретился корреспондент ГТРК «Войнах» Асламбек Атуев. Секрет успеха прост. Любовь к своей работе, верность своему долгу – вот и весь залог. Формула очень простая. Относись к людям так, какого отношения хотелось бы к себе. Особенно в тяжелые минуты, когда человек нуждается в помощи, заявила Луиза Магоматова. Это ежегодная премия, весомая, набирающая популярность в нашей стране, отмеченная Центральным научно-исследовательским институтом организации и информатизации здравоохранения. Я удостойна чести получить эту прекрасную награду и быть выбранной как самый пациента-ориентированный врач-детский кардиолог в России. Хотелось бы всем сказать огромное спасибо. Премия про докторов – самая масштабная медицинская премия страны, основанная на проверенных отзывах пациентов. Награждаются клиники и врачи, отзывы о которых пациенты оставляли в портале про докторов с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года. В 2022 году портал собрал 500 тысяч отзывов. На победу претендовали 720 тысяч врачей и 60 клиник со всей России. Профессионализм важен всегда, особенно в сложное время, говорит Лариса Магоматова. Сейчас сложное время для нас всех и важно проявлять особый патриотизм и трудолюбие к своему делу, к своему народу, к родине. Значимыми словами, идти путем нашего первого президента Чеченской республики, путем героя России Ахмад Хаджи Кадырова, Даугазу, Облдойла. И все у нас будет хорошо, лучше всех, я в этом уверена. Напомним, Лариса Магоматова, родом из села Серноводская Чеченская республика, медицинский университет окончила в городе Красноярск, в 2009 году переехала в Москву с целью постдипломного образования. Более 10 лет является сотрудником Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Благотворительный фонд созидания на средства грантов Фонда культурных инициатив реализует проект страницы века к столетию Государственной национальной библиотеки имени Халимат Байрамуковой. Он направлен на популяризацию русской литературы и литературы народов Карачаева-Черкесии путем создания серии документальных фильмов о библиотеке. Об этом корреспонденту ГТРК Карачаева-Черкесия Умару Тикееву рассказала руководитель проекта Ася Байрамукова. Ася, доброе утро. Доброе утро, Умар. Хотелось бы поговорить о твоем проекте «Страницы века», который получил поддержку Фонда культурных инициатив. Расскажи, пожалуйста, о том, как появилась вообще эта идея, зачем нужен этот проект сейчас? Ну, как обычно бывает, идея возникла из жизни. То есть вот мы общаемся с руководством библиотеки, мы там частые гости, мероприятия там проводим, участвуем в мероприятиях, которые на площадке библиотеки проходят. И вот мы когда узнали, что 100 лет, что библиотека ровесница государственности нашей республики, мы думали, это же очень круто. И когда начали искать материалы, ну вот чисто для своего какого-то развития, для своей, скажем так, проинформированности в этом вопросе, мы стали искать материалы в интернете. Мы удивились, когда обнаружили, что их практически нет. То есть вся информация, она такая скупа, и она в основном размещена только на сайте самой библиотеки. Но это неправильно, потому что библиотека, она имеет огромное значение для культурной жизни республики. Здание, оно прекрасно, оно так вписывается в картинку города. Нам показалось, и мы сейчас в этом абсолютно уверены, что это та организация, то заведение, которое стоит того, чтобы вот о нем рассказать и снять документальный фильм. Ася, расскажите, пожалуйста, о том, с чего состоит этот проект, что это за видеокнига и о чем она будет рассказывать? Видеокнига, ну это мы так красиво называли документальный фильм о библиотеке. И видеокнига, как любая другая книга, будет содержать несколько глав. Ну, в нашем случае это пять глав. Каждая из глав будет посвящена определенной теме, но всех их будет объединять национальная библиотека. В одной главе мы там рассказываем про сотрудников, про тех, кто там работал когда-то, про их обычаи, традиции, ну что-то вроде семьи, потому что коллектив – это семья. В другой главе мы будем рассказывать про историю становления библиотеки, про роль библиотеки в культурной жизни Красиво-Черкесской республики. В другой главе мы будем рассказывать о писателях и поэтах, в судьбе которых библиотека сыграла тоже не последнюю роль. И пятая глава, она как заключительная будет, это именно непосредственно что-то вроде как дня рождения библиотеки. Ну, как я говорила, всех их будет объединять библиотека. Но мы хотим показать через каждую главу, насколько важна библиотека в судьбе и самой республики, и в судьбе наших поэтов и писателей. Ну и такой вопрос, Ася, сколько будут эти фильмы длиться по хронометражу? Это будут, я так понимаю, 15-минутные, 20-минутные фильмы, не очень большие. Совершенно верно. Ну, даже 20 минут, наверное, многовато, потому что мы смотрим на перспективы, потому что мы их будем объединять в итоге в один фильм, чтобы там у зрителей, у всех желающих была возможность в каком-то одном файле это все посмотреть. Мы, кстати, хотим потом вот этот общий документальный фильм показать во дворце культуры города Черкеска, там на большом экране, пригласить гостей. Ну, на большом экране, это же очень круто смотрится. Как руководство библиотеки, как сотрудники отреагировали на ваш проект? В общем, когда мы узнали, что проект получил поддержку, мы не сообщили сразу. И руководство само на нас вышло, они были такие счастливые, такие радостные. И в такой момент мы понимаем, насколько верно то, что ты делаешь. Потому что, когда видишь их горящие глаза, их искреннюю радость, сам заряжаешься и хочешь творить и делать это круто. Я так понимаю, что поддержка с их стороны будет на все 100%. Мне кажется, там на тысячу. Потому что мы уже пришли, у них такие идеи, такие предложения, такие планы. Мы только киваем. Да, да, круто. Мы согласны на все. Какие сроки вы себе обозначили? Сроки реализации проекта до конца этого года, до 31 декабря, получается, приступили к съемкам. И вот оно плавно все вытекает. Сейчас мы будем снимать поздравления всех желающих, не только именитых людей, поэтов и писателей, но и обычных читателей. Я, например, как читательница, мне тоже есть что сказать. Я хочу ставить свое слово, потому что для меня библиотека имела огромное значение. Я помню, что когда я в 14 лет получила паспорт, первое, что я сделала, я пошла записывать в библиотеку. Для меня это было просто верх блаженства. Когда ты берешь эти пять книг, тащишь домой, неважно, что ты их не успеваешь прочитать в установленный срок, но вот само это ощущение, что ты соприкасаешься с литературой, с культурой, это же непередаваемо. И для меня библиотека, в первую очередь, это культура наша. Ну, а сам грант, сколько это? Тысяч триста, пятьсот? Ну, четыреста девяносто пять тысяч. Ну, почти пятьсот тысяч на реализацию. Да, почти пятьсот тысяч на реализацию проекта. Ну, и я так понимаю, что следом вы должны отчитаться о том, на что вы их потратили. Конечно, потому что любой рубль, который уходит, он должен и, естественно, нужен отчет, который будет отображать всю нашу деятельность, и там будут указаны все суммы, которые пойдут именно на реализацию проекта. Ковер всегда входил в число самых ценных вещей, хранящихся в дагестанской семье. Приданная невеста обязательно должно было включать этот предмет, а в некоторых селах, где традиционно занимаются ковроделием, невеста должна была сама соткать его. Узоры на дагестанских коврах полны смысла. Мастера наносили их не только для красоты, но и для того, чтобы передать потомкам тайные послания. Как превратить дагестанские ковры в бренд? Этим вопросом задались студенты российских вузов, которые специально для изучения древнего промысла, ковроткачества, побывали в нескольких районах республики, пообщались с мастерицами и ознакомились с полным процессом изготовления ковров, в том числе с проблемами. Свои проекты молодые исследователи презентовали в Министерстве по туризму и народным художественным промыслам. О том, какую модернизацию может пережить ковроделие, узнала корреспондент ГТРК «Дагестан» София Кимилова. Успеть за две недели. Лучший студент из разных вузов страны изучали технологию изготовления дагестанских ковров, погружались в историю, общались с надобными мастерицами из Тавасаранского, Хивского и Дербенского районов, а также по стиле цеха. А все для того, чтобы проанализировать проблемы и найти пути возрождения и популяризации этого древнего промысла. Первые упоминания о дагестанских коврах можно встретить в трудах отца истории Геродота. Сейчас же этот древнейший народный промысел находится на грани исчезновения. В презентации студенческой экспедиции «Новые пути развития древнего промысла» или «Как превратить дагестанские ковры в бренд» приняли участие представители профильных министерств, депутаты и предприниматели. В режиме ВКС на связи были эксперты отрасли, а также директор департамента развития промышленности Минпромторга России Дмитрий Колобов. Он рассказал о мерах поддержки предприятий. В 2022 году правительством было принято решение о выделении дополнительных средств на эти цели в размере 500 миллионов рублей. Поддержку мастерам народных промыслов оказывают и на республиканском уровне. В рамках госпрограммы до 2021 года производителям народных художественных промыслов оказывается государственная поддержка в виде субсидированной части расходов на приобретение технологического оборудования, инструментов и сырья. В ходе презентации ребята отметили некомфортные условия труда, слабую информированность о субсидиях, кадровый голод. Но больше всего студентов удивила другая проблема – отсутствие собственного сырья. Пряжи из натуральной шерсти закупают в Москве, при том, что Дагестан занимает ведущее место в стране по численности овец. Чтобы нам получать какую-то выгоду с производства, говоря таким коммерческим языком, нам нужно обеспечивать благоприятные условия труда, чтобы мастерицы чувствовали себя комфортно. Сейчас из-за полуразрушенных фабрик, к сожалению, потому что большинство заброшено, к сожалению, таких возможностей нет. Потом одна из самых основных проблем – это популяризация. То есть, выходя за республику Дагестана, большинство, в принципе, не знает о существовании такого бренда, как дагестанские ковры. Участники экспедиции изучили все слабые и сильные стороны дагестанского ковра, где среди минусов – высокая стоимость для массового потребителя, из плюсов – уникальность, прочность и долговечность. Ребята разработали целый комплекс мер для решения проблем в этой сфере. Мы предлагаем разработать маршрут коврового тура. То есть, мы предложили прям конкретные точки, где вот это производство ковра смогут люди приезжать и смотреть в аулах, как они производятся. То есть, это, например, сначала поучаствовать во встрижке шерсти барана, да, потом посмотреть, как из этой шерсти делаются нити, необходимые потом для ковроткачества, потом поучаствовать в покраске нитей из натуральных красителей, да, это происходит там в определенных чанах, горшках, и, наконец, уже непосредственно на станках вместе с ковровщицами попробовать его сделать. Еще одна мера по популяризации – работа с орнаментом. Он должен быть использован в предметах интерьера, на сумках, кружках, блокнотах и других предметах, а для возрождения масштабного производства, устраивать фестивали, выставки и аукционы. Полученные с них средства направляют на модернизацию ковроделия. Радиожурнал «Зори Кавказа». В Кабардино-Балкарии стартовал горнолыжный сезон. Любители зимнего отдыха получили зеленый свет и готовятся заняться любимым хобби. Уже запущены канатные дороги с поляны Азау до самой высокогорной станции России – гора Баши. С первого дня доступна и самая высокогорная трасса. Здесь созданы все условия для активного и здорового отдыха. В связи с низкими температурами сезон нынче открыт на две недели раньше, чем в прошлом году. Рассказывает корреспондент ГТРК «Кабардино-Балкария» Аслан Гоуф. Горнолыжный сезон в Кабер официально открыт. Совсем скоро на склонах главной горы республики появятся тысячи туристов из разных уголков России. И им будет на что посмотреть. Здесь созданы все условия для активного и здорового отдыха. В связи с низкими температурами сезон нынче открыт на две недели раньше, чем в прошлом году. С первых дней у любителей лыж и сноуборда есть возможность испытать себя на одной из самых высокогорных трасс в Европе – Горобаши-Мир. На высоте более 3800 метров. Своим гостям курорт предлагает 17 километров трасс разного уровня сложности. Уже полноценно работают три гондольные канатные дороги, проходящие по станциям Кругозор-Мир-Горобаши. Мы в этом году не стали увеличивать цены на скипасы. Сохранили прошлогоднюю ценовую категорию. Но вместе с тем мы много акций проводили в этом году. И сейчас будет в конце ноября так называемую «Черную пятницу» будем проводить, когда любой желающий может прийти и купить там сезонные скипасы по очень выгодным ценам. Главная особенность курорта Эльбрус, утверждают гости, это атмосфера, то, что невозможно подделать. Ради этого сюда едут из разных регионов страны. Много постоянных посетителей Великой горы, но есть и новички. Ну, вы знаете, гостеприимная, я могу сказать однозначно. Снежная, теплая, именно по своему ощущению. Я знаю, что она нас ждала. Традиционно на Эльбрусе проводят время не только любители. Это еще и место тренировочных сборов профессиональных спортсменов. В первую очередь, гадно-лыжных видов спорта. В том числе и национальные сборные страны. У нас первый сбор в этом году на снегу. В начале сезона, где раньше снег выпадает, но лучше всего это на Кавказе делать. Потому что здесь, даже если мало снега внизу, наверху есть всегда. Ну и трассы оснижают тут очень рано. В Высокогорье вообще очень полезно тренироваться. А здесь еще мне очень нравятся длинные склоны. Вот эта крутизна склонов. Потому что сами из Питера у нас там вообще практически нет возможности тренироваться. А здесь прям рай. На курортке активно улучшают инфраструктуру. В этом сезоне откроют новую площадь с современными торговыми павильонами и зоной развлечений, где будут проходить различные культурно-праздничные мероприятия. Кроме того, здесь строится новая парковка на 800 мест. Которая обеспечит ликвидацию того транспортного коллапса, который мы ежегодно видим здесь на Эльбрусе. Помимо этого, мы от парковки запускаем сюда шаттлы, минимизируем количество автотранспорта, который будет непосредственно на поляне Азов находиться. Это создаст более комфортные условия для пребывания горнолыжников, сноубордистов, да просто людей с семьями, которые приедут и будут просто наслаждаться этой природой и гулять внизу. Уже утверждена программа по расширению зоны катания. К 2025 году планируется создать свыше 40 километров трасс. Уже строятся две новые канатки, еще четыре на стадии проектирования. Будет сделана дополнительная зона доступа на Эльбрус. Ее соединят с зоной катания «Мир». Ориентировочно горнолыжный сезон продлится до конца мая. За это время планируют принять до 700 тысяч туристов. Радиожурнал «Зори Кавказа». Осень, она не спросит, осень, она придет. Осень немым вопросом в синях глазах заморет. Осень дождями ляжет, листьями заметет. По подгустевшим пляжам медленно побойдет. А может быть не заметишь Рыжую грусть листовой Может быть не ответишь Что вспоминаешь ты Или вот это небо Синее, как холода Где ты ни разу не был Не приходил сюда Г-2 А-а-а Г-2 Субтитры создавал DimaTorzok Пусть тебе снится лето, и я тебе улыбанусь И под бровями гадена, чуть притаилась грусть Где-то под сенью вёсень, кто-нибудь загрустит Молча ложится осень, листьями на пути Ведь осень она не спросит Осень она придёт Осень она вопорозом в синих глазах заморёт Осень дождями ляжет, листьями заметёт По опустевшим пляжам медленно побрядёт По опустевшим пляжам медленно побрядёт По опустевшим пляжам медленно побрядёт Очередной выпуск радиожурнала «Зори Кавказа» подошёл к концу С пожеланиями мира и благополучия, здоровья и хорошего настроения Мы прощаемся с вами Услышимся ровно через неделю Здравствуйте! В эфире радио «Алания» и на волне Патроногор с вами И над солнечным Дагестаном, как обычно Радио Кабардино-Балкарии приветствует весь Кавказ Прибрусье огромных... И сердце Чечни призывает назад Добра и мира вам Радио Ингушетия Высокогорный юг Карачаева-Черкесия Край горных вершин Примите наш привет В эфире Таврополь Радиожурнал «Зори Кавказа» Мы собираем всех вместе Радиожурнал «Зори Кавказа»